Как понять, что ваша бабушка вас бабулит? То есть, булит. Она часто говорит, что вы худой или толстый. Читает нотации, как нужно жить. Постоянно напоминает, что хочет правнуков. И спрашивает, когда появится жених или невеста. И как же быть с бабулингом? Главное, не спорить и не обижаться на бабушку. Просто четко обознать себе свою граниту. А где же дедулинг? Кто будет воспитывать патриотизм во внуках? Кто будет давать крутые советы и лайфхаки на будущую жизнь? А все, дедулинг практически спекся. Его практически нет, не дожив и до пенсионного возраста. Причин в этом много. Одной таковой нет. Это и войны, и здоровье, и политические устои. Которые пригласили в наш дом, наш родной, любимый феминизм. Приходите в мой дом, мои двери открыты. Который научил наших родноличек слегка так не уважать мужчин. Потому что у них стало меньше прав, меньше привилегий. Также научил наших родноличек втирать в головушки мужчинам то, что они добытчики, ресурсы для семьи. А если ты не добытчик и не ресурс, то зачем ты нужен? Я могу все сделать это сама. Но забыли также им сказать, что помимо ресурса, они еще и отцы, мужья. И в будущем еще и могут стать дедами. Но, к сожалению, дедулинг практически из-за этого и умирает. Не верите? Тогда вот вам наглядный пример, как советский бабулинг учит современных родноличек, как из мужчины сделать ласкового шелкового ресурса. Скорее всего, она сама уже без дедулинга. Ну, потому что он оказался слабеньким. Как сесть на шею мужику? Первое. Внимательно слушать его пустое бахвальство, изображать восторг, но аккуратнее. Второе. Всегда подчеркивайте его прошлые результаты. Третье. Говорить, что он уникален, потому что только он смог найти такой путь. Четвертое. Всегда убеждайте его, что только он может лишить любую проблему. Пятое. Всегда говорите, что вы будете помогать ему во всем. Шестое. Только ты сможешь сделать жизнь качественнее. Совет профессора. Только такие слова любого мужчину сделают пластилином в ваших руках.